Громкие обвинения сокрушились на правительство Великобритании. Всю дело в связях обладателей золотых виз с грязными деньгами, связанных с террористическими организациями. Десятилетиями билетом для получения легального статуса Великобритании являлись деньги. Точнее, огромные деньги. Инвестируя в страну сначала миллионы фунтов стерлингов, затем и два, а обладатели такой суммы получали возможность легально и роскошно жить в стране. Долгое время не применялось никаких проверок этой системы, так как стимул правительства заключался в том, чтобы позволить деньгам поступать в страну. Главная особенность такой процедуры была то, что обладателям миллионов фунтов стерлингов не приходилось объяснять проверяющим инстанциям источники своего дохода. Вам не требовался банковский счет для получения этой визы, но если вы подаете заявку на открытие банковского счета с инвестиционной визой, банк считает, что вы легальны, потому что правительство выдало вам инвестиционную визу, и это создало огромную пропасть в системы защиты Великобритании от отмывания денег. Среди таких обладателей золотых виз, как признали в правительстве Великобритании, насчитывается приличное количество связанных с Путиным олигархов. Хотя я не могу комментировать конкретно из-за оперативной деликатности работы, в качестве примера спектра действий, которые мы предпринимаем, могу сказать, что мы уже ввели санкции в отношении 10 олигархов, которые ранее использовали этот путь в рамках нашего обширного ответа на российскую агрессию в Украине. Важно отметить, что сегодня золотую визу Британия по факту не продает. Действие программы было остановлено в феврале 2022 года. Министерство внутренних дел рассматривает эти действия как путь, который не приносит пользы британскому народу и дает возможность коррумпированной элите получить доступ в Великобританию. Тем не менее, только с 2008 по 2015 года такие визы получили в общей сложности более 6 тысяч человек. Обзор дел выявил небольшое меньшинство лиц, связанных с визой инвестор, которые потенциально подвергались высокому риску получения богатства посредством коррупции или другой незаконной финансовой деятельности или участия в серьезной и организованной преступности. Подчеркну, что проведенная работа лишь предполагает, что конкретное лицо потенциально представляет риск связей с преступностью. Это не значит, что вина доказана. Сегодня правительство Британии подвергается жесткой критике, так как результаты отчета, подготовленного год назад, не представлены в публичную плоскость. Министерство внутренних дел обвиняют в сокрытии информации о золотых визах для сверхбогатых россиян. Причиной для внимания к отчету стал отказ профильного ведомства рассекречивать данные проверки. Честно говоря, все это попахивает сокрытием. Мы знаем, что соратники Путина использовали и злоупотребляли этой схемой. Так, почему же правительство не дает нам полной картины? В двухлетнюю годовщину незаконного вторжения в Украину и после смерти Алексея Навального от рук Путина я снова прошу правительства опубликовать отчет касательно экономических преступлений в полном объеме. В то же время аналитики обращают внимание, что последствия выдачи золотых виз необратимы, особенно для тех, кто получил такой статус заблаговременно до официальной отмены. Если вы обратите внимание на иммиграционное законодательство, то требуется пять лет, чтобы получить бессрочный вид на жительство. Затем, как вы останетесь, для получения гражданства нужен будет еще один год. Всего шесть лет, а с того периода прошло более семи лет. Так что все те люди, которые получили визы в период слепой веры, когда каждый мог привезти деньги без каких-либо сомнений, у всех этих людей есть приличные адвокаты, которые наверняка помогли им с гражданством. Так что, по сути, уже слишком поздно что-либо с этим делать. Но даже статус не влияет на предотвижность к санкционному списку. Ведь с начала полномасштабного вторжения Британия системно расширяет список санкций против российского режима. Сегодня финансовые ограничения введены впротив более полторы тысячи частных лиц и до трех сотен компаний.